Газета номер 3 за сентябрь 2010 года. От издателя содержание номера, подробно о кислотности, какие продукты повышают гормоны, типичные общедоступные травы афродитики, инфекции и прочее прочее. И вот оно содержание номера перед вами. Ответы и разъяснения идут. Вот, что здесь у нас я рассказываю, идут различные ответы и разъяснения. Как правило в газете имеется одна такая подробная большая статья, которая рассказывается о том и ином способе оздоровления или особенности организма. Да, на газете вот как раз рассказывается о кислотности. Вот, если продукты повышают кислотность, такой вопрос, желудочного сока, какая будет кровь, кислая или щелочная? Дело в том, что пусть они повышают желудочно-кишечный сок, там будет действительно что-то меняться. Что касается крови, кислая или щелочная, кровь и система организма, следящая за состоянием крови, очень тонко отслеживают любые изменения, как в щелочную сторону, так в сторону закисления. Поэтому она особо не будет меняться там, ну в течение каких-то долей, которые не сказываются так, чтобы, ага, мы сказали, о, мы тут закислились или мы тут ощелачивались. Нет, этого не будет. Поэтому кровь у нас будет иметь постоянные величины и организм на этом хорошо следит. Вот, другое дело, что в крови будет, будет ли она грязная, будут ли в ней обитать там разные рода микробы, вот как от малярии, вроде комар укусил, ну и что, что комар укусил, заразил человека, вот, паразитом, который начинает разрушать красные кровиные тельца. И в конце концов, этих паразитов настолько много становится в крови, что поднимается температура, чтобы сжечь этих паразитов. И естественно, если никаких лекарств не предпринимается, то это в конце концов ведет и к смерти, то есть паразиты, следа человека зажива. Вот это другое в крови. А так, чтобы на кровь сильно повлияло, такого не может быть. Может там на другие какие-то жидкости это повлияет. Но в основном наш организм приспособлен для того, чтобы любой там кислотный или щелочной продукт разрушить в желудочно-кишечном тракте и сделать своим. То есть он разрушает до меньшайших частиц, эти частицы всасываются в кровь и дальше они служат питательным материалом, который всасывается из крови в лимфу. А наши клетки плавают вот в этом бульоне питательном и берут из него, и в него потом свои отходы добавляют. А уже из лимфы опять там поступает кровь. Кровь идет к легким, очищается от слизи. Кровь идет к почкам, очищается от таких более продуктов распада твердых. Чеснок, шафран, жасмин. Ага, это как раз мы с вами говорим типичные, общедоступные травы афродитики. То есть это те травы, которые способствуют выработке женских гормонов. На этой статье можно несколько остановиться более подробно. Человек здоров и молод, настолько, насколько у него имеется в организме определенная концентрация женских или половых гормонов. Как только эта концентрация уменьшается, естественно идут процессы старения, естественно ткани становятся вялыми, дряблыми, мы теряем форму, мы теряем свои жизненные возможности. Как это все восполнить? Пожалуйста, с помощью трав. Великолепная статья. Очень, очень, очень. Не какие-то там искусственные гормоны применять, а именно то, что будет способствовать. Вагинальные инфекции. Вот причины, как правило, откуда они берутся? Вот человек живет, это раз инфекция у него возникла. Откуда? Мы причины. Очень большое влияние оказывают на вагинальные инфекции. Это питание. Больше сахара, больше сладостей, больше субстрата для бактерий, которые там живут, для грибков. Пожалуйста, они тоже поедают и дают нам воспаление, обострение заболевания, лечение, профилактика. Вот интересный рассказ о Юрии Михайловиче Ямненко. Он как раз последователь Порфири Корнеевича Иванова. И настолько он, значит, проник с этой системой, что ивановцы даже его не могут к себе принять, потому что он слишком жестко ведет все эти процедуры. Вот, тут я, значит, рассказываю о методике Порфири Корнеевича Иванова и Ая Кеменко. Живая и Мёртвая вода. Что это такое? Большая статья. Как её можно получать? Для чего её лучше всего применять? Как она будет действовать? Вот. Значит, щелочная вода это будет живая, мёртвая это кислая вода. И вот аденома предстательной железы, ангина, аллергия. То есть мы лечимся здесь не антибиотиками, а с помощью этой воды, которая помогает, с одной стороны, создать такую среду на поверхности носоголодки, в которой погибают вредные микробы. А далее, то, что они успели разрушить, значит, живая вода, щелочная, восстанавливает. Вот, опять-таки, как лучше применять. То есть это уже опыт людей, которые применяли живую и мёртвую воду от тех или иных заболеваний, каких-то там расстройств. Просто это вот запах ног и сжога, гнойные раны и прочее, прочее. Всё это вы видите. Вот всё это можно делать. Сейчас, тем более, этих приборчиков продаётся огромное количество. Вы можете их использовать для того, чтобы, приобретя эти приборы, вы могли их использовать для лечения своих собственных каких-то недомоганий. Дальше идёт у нас записки голодающего, голубая глина, лекарства и подземли, интересная вещь, вот. И что у нас идёт, как применять голубую глину, то есть подробная статья, ну и наша реклама. На этом всё.